АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В Томске, даже в городе Козлов, в Томбовской области, построен такой же храм. Это здание, этот храм, это своего рода такая религиозная хрущевка конца 19 века. У нее нет никакой уникальности. Мы говорили о парамонах. Парамоны это уникальное место Ростова. Но в чем его уникальность? Опять же, это типовой проект промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20-го века. Он не является по своей сути ни архитектурным, ни культурным, ни каким-то там технологическим памятником. Есть одна особенность у парамонов, которая выделяет их на фоне других складов в других городах. И это особенность в том, что в Ростове парамоны явились центром определенного культа, который был создан вокруг этого места. Как древние друиды поклонялись священным рощам, многие ростовчане сейчас поклоняются парамонам. Откуда мы вообще думаем, что старый Ростов, дореволюционный Ростов был каким-то удивительно красивым местом? Небольшой лайфхак. Разместите эту фотографию в социальных сетях, и вы получите сразу несколько десятков комментариев, которые бы говорили о том, что какой у нас был замечательный город, какой красивый город мы потеряли и так далее и тому подобное. Я бы хотел обратить ваше внимание на следующее. Существует порядка 10, может быть 15 фотографий этого собора. И на всех он сфотографирован таким образом, избран такой ракурс, что мы не видим, а что находится за самим собором. А за самим собором находится самый грязный, самый клачный рынок тогдашнего города Ростова-на-Дону, так называемый Новый базар, который известен был своими притонами и ночлежками. На этом месте сейчас находится администрация области Ростовской. Я понимаю ваше внимание. Нам известно несколько десятков фотографий старого Ростова. И надо отметить, что фотография в те времена, оно было занятием весьма дорогим, трудоемким. И фотографировали не обо что. Фотографировали красивые дома, значительные здания, центральные улицы. По своей сути, эти несколько десятков фотографий, на них запечатлены одни и те же здания, одни и те же улицы с разных ракурсов. У нас при этом нет ни одной фотографии окраина Ростова. Мы не знаем, как выглядело Затемирницкое поселение. Мы не знаем, как выглядела Богатяновка. Там не фотографировали, там было некрасиво, поэтому там и не фотографировали. А зачем? Ростов был красивый. Ростов был некрасивый. Ростов был очень разным. Еще одно мнение, с которым постоянно приходится встречаться, оно заключается в такой необычной убежденности, что ростовские предприниматели начала 20 века были люди с каким-то очень тонким архитектурным вкусом. Это дом Нахичеванского купца Мелконова Езикова на пресечении нынешнего Ворошиловского и улицы Большой Садовой. Большинство зданий тогдашнего Ростова были построены в стиле эклектика. Эклектика это такой стиль, когда в рамках одного объекта объединяются несколько архитектурных стилей, подчас даже не объединяемых. Что мы видим здесь? Мы видим здесь, что купец захотел собрать в своем здании сразу все красивое вместе. Масса колонн, лепнины, какие-то вазы, скульптуры, купол. Мы видим первый этаж в стиле арт-деко даже немножечко построен. Уж не знаю, к сожалению или к счастью, здание не дожило до нашего времени. Но в таком стиле был построен значительный процент центральных районов Ростова. На следующем слайде здание, которое как раз до нашего времени дожило. Это доходный дом купца Владимира Кирилловича Чирикова на нынешнем Удюновском проспекте напротив цирка. Купец заказал проект доходного дома известному ростовскому архитектору Льву Федоровичу Эйбергу. И приехал уже на строительную площадку, когда дом был практически готов. И остался очень-очень недоволен тем, что он увидел. Почему? Дело в том, что по тогдашней моде колонны являлись символом фешенебельности здания и богатства его владельца. А на здании он не увидел ни одной колонны. Чирикова спросил Эйберга, уважаемый, подождите, а где колонны? На что Эйберг ответил, что Владимир Кириллович, дело в том, что данное здание построено в стиле ренессанса, а данный стиль не подразумевает наличие колонны. На что Чириков логично спросил Эйберга, подождите, Леонид Федорович, а деньги вам кто платит? Ренессанс или я? И поэтому, если деньги плачу вам я, то на здании должны быть колонны. И мы видим, что Эйберг выполнил прихоть купца, добавил на фронтон здания две колонны, больше не помещалось. Они не несут никакой, собственно говоря, ни цели, ни архитектурной направленности и являются абсолютно чужеродным дополнением в это здание. Но мы не обращаем на это внимание, мы уже привыкли к этому. Следующий вопрос, который бы я хотел задать. То здание, которое мы смотрели до этого, оно не сохранилось. Это здание тоже очень сильно пострадало в 20-е годы. Оно сгорело, долго стояло заброшенным. Потом его как-то восстановили. Я очень часто слышу спасти Ростов, сохранить Ростов, сберечь Ростов. А почему мы уверены, что исторический Ростов дошел до нашего времени, что он сохранился? Во время Второй мировой войны, во время Великой Отечественной войны, Ростов дважды переходил из рук в руки. Он подвергался ожесточенным бомбардировкам. 85% городских зданий было разрушено. 85%. Ростов вошел в число самых пострадавших городов во время Великой Отечественной войны. Естественно, что очень многие здания, значительные здания Ростова, были утеряны нами навсегда. Например, доходный дом Рецкера-Хосудовского на Буденовском спуске. Это самое большое здание Ростова, самое значительное здание Ростова. Мы видим фотографию 20-х годов, мы видим фотографию 42-го года. Кстати, вот на ней видно, что по Буденовскому спускаются солдаты немецкой армии. Это первая горнострылковая дивизия вермахта. И мы видим фотографию 43-го года, на которой уже нет ни этого здания, ни всех остальных домов по Буденовскому спуску. Они были все взорваны немцами, потому что мешали строительству моста через дом. Фотография 43-го года. Это район Буденовского, улиц Московской, Станиславского. Мы видим, в каком состоянии был город. Для примера. Например, Минск, который пострадал чуть меньше Ростова. В нем было разрушено 80% зданий. После войны вообще не стали восстанавливать. Его полностью снесли, оставив несколько зданий. Город выстроили заново. Изменили даже структуру улиц. Сталинград был разрушен больше Ростова. Его тоже не стали восстанавливать. Но Ростов не был ни городом-героем, ни столицей Союзной Республики. Поэтому восстанавливался по остаточному принципу. Те здания, которые сохранились, они чаще всего надстраивались. Те здания, которые были разрушены, они восстанавливались, конечно же, без всякого сохранения исторического вида. Стройматериалами, которые находили на ближайших развалинах. За прошедшие после войны годы, надо отметить, что тоже состояние нового города, который мы считаем старым историческим, не улучшилось. Хотя, с другой стороны, в послевоенные годы, в советские годы, появилось очень много зданий новых в Ростове. Может быть, не очень много, но некоторое количество. И знаете, о каком бы здании я хотел сказать? Я как-то гулял по Ростову с одним британским архитектором. Мы смотрели разные кварталы, разные застройки и так далее, и тому подобное. Но одно здание ее полностью потрясло. Она сказала, Андрей, это шедевр уровня Корбюзье. Это здание, которое, я даже не верю, что его могли создать ростовские архитекторы. Как вы думаете, что это за здание? Никогда не угадайте. Это здание публичной библиотеки на Пушкинской улице. И она спросила меня, а скажите, пожалуйста, Андрей, а горожане любят это здание? Я сказал, что, ну, скорее нет, оно, как бы, считается, что оно похоже на крематорий. Она говорит, я ни разу не сомневалась в вашем ответе. Обычно горожане не любят такого рода здания. Но это безусловный шедевр. Через 40 лет, поверьте мне, сюда будут возить экскурсии. И недавно я проходил мимо этого здания, как раз там вот есть книжный развал. И я понял, что ее слова могут не сбыться. Потому что на здании я увидел объявление, не подходите близко, сверху падают камни. Мы переживаем за фейковые достопримечательности парамоновских складов, но на наших глазах разрушаются шедевры. И это, к сожалению, так и происходит. В Ростове есть много зданий, замечательно, которые в разной степени сохранности. Какие-то восстановленные. Какие-то, как дом наследников купца Максимова, к сожалению, находится в аварийном состоянии. Мы не можем защитить и охранить сразу все. Нам нужно сохранить для будущих поколений то, что имеет смысл защитить. То, что обладает ценностью. Если мы будем распыляться на все, то мы потеряем все. Мы ничего не защитим. Зачастую за вот этим утверждением, что мы против разрушения старого города, кроется другое. Мы боимся, что вместо старого города возникнет какой-нибудь новый ужас. И, к сожалению, мы видим, что такие опасения чаще всего сбываются. Но ведь правда, это другая проблема. То, что появляется сейчас, то, что это непотребно, и то, что это с архитектурной, с точки зрения удобства и городского пространства, то, что это не подходит, это правда. Но это другая проблема, и мы должны говорить об этой проблеме, а не подменять одну проблему другой. Мы бы хотели жить в Ростове 21 века, а не в Ростове 19 века, ведь правда. Ну, в Ростове 19 века я пожил бы, но, может быть, пару дней. Походил, посмотрел, пообщался, может быть, со своими предками. Ну, так, чтобы всю жизнь. Нет, нам нужно построить новый город. И в этом отношении нам может быть интересен опыт не Праги, а другого европейского города. Лондон, как и Ростов, сильно пострадал во время Второй мировой войны. Нацистскими бомбардировками был очень сильно поврежден центр города. И что сделали лондонские власти? Они восстановили самые значительные дома, самые значительные достопримечательности. А основную застройку они стали восстанавливать. Она была снесена. Вместо четырех-пятиэтажных домов появились восьмидесятиэтажные дома. А освободившееся место использовали для озеленения, для создания объектов инфраструктуры и так далее. Если вы сейчас приедете в Лондон и захотите увидеть те дома, которые были построены после войны, то вы их чаще всего не увидите. Потому что эти дома, в свою очередь, были снесены в 90-х, 2000-х годах. И на их месте возникли еще более современные дома. Лондон – это город, в котором живой организм. И мы говорили о Праге в самом начале нашего выступления. И мы говорили о том, что Прага является популярным городом среди туристов. И это так. В 2019 году в Прагу приехало 9 миллионов человек. И она является десятым по популярности городом среди европейских городов. А Лондон является первым по популярности городом среди европейских городов, среди туристов. И туда приехало 21 миллион человек. И для чего туристы едут в Лондон? Сфотографироваться на фоне Тауэрского моста или на фоне Биг Бена. Да, первый раз да, но они и второй, и третий, и четвертый, и пятнадцатый раз едут в Лондон для того, чтобы потусоваться, для того, чтобы пройтись по магазинам, по знаменитым лондонским торговым улицам, зайти в знаменитые лондонские универмаги, пойти на концерты, пойти в клубы, пойти на футбол в конечном счете. Город, как живой организм. А знаете, какой город является первым в мире по посещаемости среди туристов? В Гонконг там вообще нет ни одного исторического здания. В Ростове на самом деле много достопримечательностей. В самом городе и вокруг него это и архитектурные достопримечательности, исторические достопримечательности, связанные с природой, фольклором и так далее и тому подобное. Но центр нашего города лежит в руинах. Центр нашего города разрушен без всякой войны. Мы должны построить новый Ростов. И мы должны построить город, который был бы красивым, который был бы комфортабельным, который был бы удобным для жизни. Сохранив все, что есть смысл сохранять. Но не цепляясь за старые вещи, которые не имеют ценности. Две концепции еще раз я хочу напомнить. Города как живого организма и города как кузнечика, случайно попавшего в кусок кинтаря. Мы уже не стали таким кузнечиком, следует это признать. Мы должны построить новый город и именно этот город передать нашим детям, нашим внукам. И именно за этот город нам будет не стыдно перед теми людьми, которые будут приезжать в наш город. Как это сделать? Что зависит от нас? Я думаю, что это прекрасная тема для будущего ТЭД. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ